всем привет сегодня мы будем ставить точку я надеюсь что будем ставить точку вопросе его проделывать не подразделников бетоне современный тренд использование вот этой красотки для проделывания подразделников естественно я тоже очень сильно захотел поэтому я обратился к борисов про он не выслал также мне выслал коронку даймонд хит для проделывания подразделников бетоне она себя зарекомендовал очень хорошо еще я заказал диски мессер как он мне объяснил диски для адского бетона те кто смотрит мой канал знает что мы какие диски только не пробовали пробовали хилки пробовали bosch обычные bosch 3 алмаза все это дело мы пробовали хилки оказались самыми крутыми но покупать их за 10 косарей вообще не варианта диска поэтому мы их покупали на рынке но дело в том что после видео где я сказал что я купил на рынке они там пропали минимум первых электрики и сразу скупили а продавали там по полторы тысячи штук наверное по ними особо снимать не буду просто попробую их и скажу нормальные они или ненормальные зачетные зачетные потому что меня было уже столько видосов где я тупо ставил диски потом водил штраборезом как-то в этом особого смысла не вижу а вот 3 мы обязательно заценим более подробно поставляется дрель в таком чемодане очень удобный про коробки на самом деле не люблю рассказывать я люблю на деле все показывать поэтому поехали сразу работать все таки это перекрыть не глядешь что я думаю нафиг она нужна а зачем кругляшка кругляшка круге на черной штуке затягивать так все вообще просто просто ничего лишнего в общем сто процентов она намного приятнее чем работы эндерскопа в общем сто процентов она намного приятнее чем работа эндерскопа о потому что к работаешь интер сколом тебя все трясет и еще бывает закусывает и blink k а ее закусывают это вот хорошо если у вас по destru if you крепко держали руками потому что если крепко держать может вырубить вместе с руками мне очень много писали в комментариях что интерскоп ломает пальцы ломает кисти на самом деле правда когда я поработал я в этом убедился и и надо очень крепко держать в руках и по возможности вообще лучше не работать я в последнее время работал вообще кеном вместо Интерскола, потому что, блин, ну это блин, это стрёмно. Это реально опасно. Потом плюс у Интерскола вот эта кнопка, фиксатор, которая зажимает, она расположена таким образом, что как раз тогда, когда вы работаете, вы ложите сюда палец и вы её случайно можете зажать. Поэтому я палец сложил вот так вот сверху, чтобы случайно не зажать вот эту фиксацию. Потому что её бывает закусит, и ещё и фиксация включилась и вот эту дрель трясёт, и вы стоите с ней и прыгаете. Вот, это, конечно, хреново. У Милуоки сделано так, что палец выложите сюда, и получается никак случайно не нажмёте. То есть, даже инструктивно вы её держите так, что этот фиксатор случайно не нажмётся. Это очень прикольно. Но это пока первые плюсы. А вообще, мы думаем сделать нормальное такое испытание. Это вот мы сегодня, можно сказать, так её просто попробовали на суровом бетоне. Вообще, мы хотим сделать нормальное испытание, какую-нибудь квартирку взять, где вот сплошной бетон, и испытать там и Кен, и Милуоки, и сухое сверление. Ну, в общем, наконец-то мы нашли вроде как суровую панель, и сегодня на ней будем испытывать. Я думаю, что мы сделаем сравнение Кена и Милуоки. Единственное, что Кен мы будем использовать сухорезом. Не спорю, коронка по мокрому сверлению с подачей воды идёт в бетон просто идеально. Мне даже всё ещё кажется, что это самый быстрый вариант, коронить с водой. Но единственное, сама вот эта подготовка для воды, это пипец Кена на самом деле. Принести нужно сначала воду, потом нужно принести ведро, в которое будет сливаться, всё это дело. В одно ведро постоянно нужно воду доливать, из другого постоянно выливать. Всё это под ногами, всё это вокруг. Делать это лучше вдвоём, чтобы один воду подавал, насос включал, выключал. Короче, заморочек на самом деле много. Хотя, не спорю, сам процесс по себе, он очень даже как бы быстрый. Я снимал на видео, показывал, что коронка с водой, особенно если воды подавать побольше, она прям залетает в бетон. Ей пофиг, арматура, не арматуры. Стоимость её, конечно, тоже очень радует. Ресурс, естественно, надолго хватает. Коронке можно не отдыхать, потому что она практически не нагревается. Ну, короче, плюсов много. Но все эти геморы, это, конечно, пипец. Нам многие писали, что нужно попробовать систему водоотведения, тогда всё будет ок. Мы купили эту систему водоотведения, но тогда опять же есть свои проблемы тоже там. Её опять же нужно устанавливать, на то, что тратится время. Если вы будете коронить не одиночки под розетника, а какой-то блок, вода будет выливаться из соседнего блока, поэтому нам даже приходилось, ну, там уже самоделки всякие придумывали, и греяли скотч на соседний блок. Ну, короче, свои заморочки, которые на самом деле не очень приятные. Ну, ладно, давайте сейчас сравним это всё дело, а потом я уже скажу какие-то выводы, какой же дрелью буду пользоваться я, и вообще плюсы и минусы вот этих двух игрушек. В общем, первое отверстие сделаю мелкой. К сожалению, у меня нет специальной насадки пылевозловителя к ней, поэтому будем пользоваться вот такой. Так-то я думаю, со специальной насадкой будет всё намного удобнее, но пока что у меня бюджет не позволяет её купить. Так, всё, поехали. В общем, тестируем мелку, будем делать тройной блок, потом тройной блок сделаю кеном, и посмотрим по времени, сколько уйдёт на один и на другой. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры подогнал «Симон»! ПОДПИШИСЬ! 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 интерскол, она может вообще эти инвалидом оставить когда-нибудь. Вот. Но минус. У нее очень быстро заканчивается коронка по сравнению с тем же макрорезами. В общем, это дорогое удовольствие по факту получается. Если у вас есть объемы, но я наверное все равно все-таки остановлюсь на ней. Потом расскажу почему. Ну, в общем, очень круто, но блин, дорого. Ладно, пробуем Кен и сухорез. Ну, в общем, сейчас тестируем Кен и сухорез. Сухорезом. Ни разу, если честно, не работал Кеном с сухорезом. Сразу скажу, Кен не такой удобный, как Милоки. Ну, сами видите, он намного тяжелее. То есть, но, опять же, все это компенсируется его ценой. Если говорить про эту дрель, то она у нас укупилась уже раз сто. Это честно. Раз сто, конечно, спи***л. Ну, много раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первый раз за всю историю у меня чтобы слетел зуб с сухореза. Пипец, конечно. Походу, коронка, конечно, говно. Я ее заказал из магазина. Ништячки из Китая, но, блин, все по-честному. Говорю, как есть. Косячок. Дрель Кен хорошая. Своих денег стоит. Но с этой коронкой что-то не то. Походу, нам надо искать какой-то другой сухорез. Дальше продолжать эксперимент. Я уже не вижу смысла этой коронкой. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, здесь, конечно, походу и панель адская. Сейчас по приколу проверим, бошевская коронка зайдем. Мы так всегда проверяем, если панель говно, то без разницы можно хоть перфоратором и бошем в короне. Решили попробовать снять коронку с перфоратора обычную и накрутить на мелоке. Поскольку у нас та коронка сломалась, а Даймонд Хит у нас закончился, мы не рассчитывали, что она сломается уже на втором подрозетнике. У нас особо нет вариантов. Будем использовать кент с водой и еще попробуем обычный сухорез на мелоке. Потому что это не тот бетон, где можно его использовать на бошем. В общем, это вообще другое дело. Только что я маялся бошем, взял эту же коронку, насадил на белоке. Блин, просто другое дело. Хотя она у нас уже уставшая, честно скажу. Даже когда я снимал насадку для пылеудаления и делал без нее в бошем, пыли практически не летело. Только вот сейчас мелоке попробовал, сразу больше выходит пыли, потому что за единицу времени она намного больше проделывает, бетонных проходят. Ну да, прикольно, прикольно. Единственное, вот жалко, что у нас Даймонд Хит закончился и сейчас придется, наверное, добивать эту коронку. А дальше у нас снова кент с водой. Беспроигрышный вариант, но, блядь, долгий. Кстати, обратите внимание на то, что если вы работаете коронкой не Даймонд Хит, а простым сухорезом, как сейчас делаем мы, то надо убирать удар. Это была моя ошибка. Я в самом начале забыл убрать удар. У мелоке всего лишь две настройки. Вот тут вот есть такой молоточек. Если вы смотрите на него и он перевернут, значит включен безударный режим. Если вы смотрите на него и он в нормальном положении, значит включен ударный режим. Если вы работаете простым сухорезом, разумеется, надо работать в безударном режиме. Также у него есть переключатель скоростей. Вот это такой регулятор. Так вот он переключается. Если цифра 2 перевернута, значит работает первая скорость. Если цифра 1 перевернута, значит работает вторая скорость. Скорость, которая в данный момент включена, если вы смотрите на дрель, должна быть написана правильно, то есть не вверх ногами. В общем, Даймонд Хит закончился. Все, он уже не коронит, не лезет. На самом деле очень суровый бетон. Блин, его обычно хватает хотя бы отверстия на 50-60. Тут его, дай бог, на 30 хватило. На самом деле даже меньше. Но я потом в конце видоса все еще раз почитаю и скажу, что и как все будут это сделаны. Поскольку его нельзя купить где-то так в магазине, шаговой доступности, а только заказывать надо у Борисова ПРО. Блин, придется нам старым удобным способом, Кеном с водой досветливать все подрозетники. Все видели мой видос на видео, где я тестировал Кен. Я его тестировал на советской панели. И я показывал, что один подрозетник я делал, ну где-то там около минуты, что-то такое было, я уже не помню. И это был не хер пойми, какой бетон, а советская панель. Так вот, здесь панель намного, намного жестче. И сейчас я это докажу, потому что коронка ни хрена не за минуту заходит. Вот как у нас выглядит вся эта система ведро, в которое сливается. Ведро из которого забирается вода. Постоянно все это надо менять. На это, конечно, очень, очень до хрена времени уходит. Это большая заморочка. Но поэтому я еще потом расскажу. В общем, поехали. А сейчас смотрите, как мы это делаем. Так, открываю кран. Кран открыл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да как так-то? Ты шутишь, что ли? Слушай, а вода-то подъезд? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще упарился на самом деле. Каждое отверстие сейчас это просто заморочка. Хитом просто похер, но он очень быстро тратится. В общем, всю квартиру проштрабили, прокоронили. А это у нас заняло три дня. Три дня это у нас заняло тупо потому, что у нас закончился Diamond Hit. Вот смотрите на нашу работу. Мы уже частично установили подрозетники. В общем, сейчас пройдемся по всей квартире. Вот здесь у нас штраба. Здесь идем дальше. Привезли Станину Апликена. Будем завтра ей наверно проходить отверстие на скорость в этом перегородках. Суть в том, что коронкой Diamond Hit мы сделали 18 отверстий. Просто даже я не устал. Они... Да, она залетала в этот суровый бетон. Да, она быстро заканчивалась. Да, она стоит недешево. Но, блин, если бы у меня был выбор снова купить эту коронку, я бы нахрен забил на эту там пятерку или сколько она там, около того, что это стоит. И купил бы ее, чем мы целый день мучились, потеряли целый день заем с напарником и тупо один день убили на то, чтобы все докоронить Кеном. Я, конечно, рад, что он у меня есть, этот Кен. Если бы у нас его не было, то мы бы простыми алмазными коронками вообще бы ни хрена не сделали это 100%. Сами видели, как та же самая обмазанная коронка сухорез, которую нам подогнали. Но я согласен, что, скорее всего, качество, конечно, говнистого. Но на этом бетоне она просто один подрозетник сделала и умерла. Теперь смотрите, одна мелочь, но на самом деле она очень неудобная и неприятная. Как я буду коронить Кеном, если подрозетники на этой высоте? На самом деле очень неудобно. Мне приходилось вот так вот ноги раздвигать и давить. Я говорю, мне на следующий день даже плечо просто охеревало отработает. Тут такая высота, что и со стула это делать неудобно. Вот если под выключателем вы делаете на 90 сантиметров, идеально садишься на стул и проходишь Кеном. А вот так, конечно, очень неудобно. И смотрите, как это делается в той же самой мелочке. Ты просто стоишь и слегка на нее давишь. А поскольку она с микроударом, ну сильно давить на нее не надо. То есть она немного, получается, сама разрушает бетон и заходит. Но это реально для сурового бетона. Кстати, в итоге мы поставили сюда коронку не Diamond Heat, а у нас была простая алмазная коронка от перфоратора. Мы хвостовик от перфоратора открутили и накрутили ее. В принципе, тоже неплохо коронит, учитывая то, что у нее 3000 оборотов в минуту. И как бы с перфоратором это, конечно, не сравнится. То есть в каких-то местах мы уже докоранивали ей. Теперь пойдем в еще одну комнату. Там, правда, проблема с освещением, но мы подсветим прожекером. Там мы тоже немного поработали. Вот в этом месте был просто мега злачный бетон. И мы, самое главное, здесь и начали наше испытание Милки и Diamond Heat. И при этом я вообще даже это не понял. Но мы поняли это, когда начали штробить. Штроборез, конечно, очень тяжело шел. Я понимаю, конечно, что штроборез у нас далеко не самый мощный. Мы его, в принципе, хотим менять. Но, тем не менее, на других квартирах, даже вот если сравнивать, как он шел и как тут, здесь просто еле-еле. При этом коронка точно так же залетала от Diamond Heat. Я даже не понял, что тут какой-то суровый бетон. Но, правда, уже после этих подрозетников она уменьшилась, наверное, на одну треть. То есть вот так она быстро заканчивается. Кстати, диски Мессер мне понравились. Я считаю, что они своих денег вообще стоят. Они тут проштробили всю квартиру. И к ним никаких претензий нет. Они свои деньги отработали. В общем, вывод. Если у вас есть бабосики и есть объемы работ, то есть есть у вас панельные квартиры, на которых вы часто работаете. Ну, в общем, если у вас есть объемы работ именно в панельных квартирах, вы не просто там одну, две, три в год делаете квартиры панельные. Реально постоянно, допустим, как мы, то сто процентов берите Milwaukee и коронку Diamond Heat. Сто процентов. Вам просто будет без разницы. Панельная эта квартира, не панельная, а кирпичная. Просто будет, ну, я не знаю, работать кайф. Если вы делаете в год по две-три панельные квартиры, то вам хватит вот так вот и Кена. Ну, сделаете вы там объект на пару часов побольше, даже на один день больше. Там, если это, грубо говоря, три дня в год, то это не критично. Ничего страшного. Потому что цена у Кена, она вообще копеечная по сравнению с этим всем. Ресурс коронки у нее больше, коронки дешевле. Поэтому тогда хватит вам и Кена за глаза. В принципе, он у нас, Кен, окупился сто раз. Потому что стоит он копейки, а заработал он уже очень много. И не всегда, далеко не всегда на квартирах вот такой вот бетон, как сегодня. Такой бетон мне попадался, может, в последний раз лет пять назад. Но для него, опять же, вот, лучше купить такую коронку. Я еще раз повторюсь, если бы она где-то была в магазине шаговой доступности, я бы давно ее пошел, плюнул на эти пять тысяч, купил и сделал этот объект намного быстрее. Мы не тратили бы с напарником лишний день, а на следующий день не были бы уставшие, как знает кто. Поэтому как-то так. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Большое спасибо Борисова Бро. Я обязательно укажу на него ссылку. Ссылку еще рядом укажу на свой инстаграм. Все, всего доброго. Подписывайтесь на мой инстаграм. Заходите, блядь, нахуй. Что со мной такое?